Здоровки всем! Давайте уже начнем. Сейчас только, чтобы я не дышал. Ну, в общем, еще раз вас всех приветствую. Я Глеб, я из 2GIS, и сегодня расскажу, как мы тестируем Windows-приложения в Selenium стиле. Немножечко о себе. В компании 2GIS я занимаюсь автоматизацией обеспечения качества, являюсь соавтором проекта Vinium. Во вне рабочее время веду курс для студентов по тестированию в Новосибирске. Откуда к вам и прилетел. О моей компании. 2GIS — это электронная карта и справочник. И, конечно же, мы разрабатываем продукты, которыми пользуетесь вы. Это 2GIS Online, 2GIS для мобильных устройств и для дисктопных устройств. Такие продукты мы называем конечными. Но для того, чтобы нарисовать карту, наполнить ее информацией и менеджить рекламу, мы разрабатываем продукты, которые называем внутренними. То есть те продукты заказчиками и пользователями, которыми является сама компания. Их очень много. Но теперь мне интересно узнать о вас. Так как вы знаете, что я из Новосибирска и где я работаю, но я ничего не знаю о вас. И первый вопрос к вам — это кто тестирует Windows-приложение. Поднимите руки. А вот к этой группе людей автоматизировать пробовали? И вопрос ко всем. Селениум. Знаете, что такое? Отлично. Тогда давайте продолжим. Как я уже сказал, у нас очень много внутренних продуктов и их реально целый зоопарк. И главное, конечно же, в продуктах — это качество. Поэтому все эти продукты мы тестируем. А так как продуктов зоопарк, то и платформа тоже. Автоматизируем, однако, не все. Только под определенные платформы, приложения. Но это практически все. Как же мы это делаем? Вот это самый интересный вопрос. Если подходить с точки зрения рассмотрения браузеров, мы используем Селениум. Селениум вообще — это стандарт. Это стандарт взаимодействия вас с тестируемой системой. Как же это работает? Пишем тесты, которые посылают команды в формате веб-драйвер протокола. Как раз этот протокол — это и есть Селениум стандарт. Так вот, пишем эти тесты. Это посылаются HTTP команды на некий endpoint, который знает, как эти команды выполнить на тестируемой системой. В данном случае над веб-браузерами. Как же мы поступаем с мобилками? Там мы используем Apium. Apium — инструмент, который использует веб-драйвер протокол в своей работе. То есть он придерживается Селениум стандарта. Поэтому с точки зрения тестов меняется только endpoint, который умеет эти команды применять над приложениями в мобилках. Чем это вообще все классно? Потому что у нас единая тестовая инфраструктура. И со стороны тестов — это совершенно по виду одинаковые тесты. Вне зависимости от платформы. Но как же Windows? Как же Windows-приложение? Я показывал, что эту платформу мы тоже автоматизируем, но в единой инфраструктуре их нет. Давайте вообще посмотрим, какие есть инструменты об автоматизации. Их привел лишь, наверное, самые популярные, которые можно встретить. Их на самом деле очень много, но справедливости ради сказать, для Windows Phone приложений их очень мало. Вообще все они имеют и какие-то недостатки, и преимущества, какие-то бесплатные, какие-то платные, некоторые даже уже не поддерживаются. Очень много какие попробовали, но всегда помнили о том, что ведь у нас есть требования, требования к инструменту, которые нам необходим, которые мы выберем и будем использовать. Требований всего лишь два. Инструмент должен быть селением совместим и с открытым исходным кодом. Совместимость селением нам даст единое как раз платформенное решение, которое будет использоваться для тестирования всего зоопарка приложений, вне зависимости от платформы, под которую приложение заточено. Это само по себе круто, единое кроссплатформенное решение, но помимо этого оно еще отлично впишется в нашу тестовую инфраструктуру, а за этим стоит очень много. Что же дает open source инструмент? Это то, что нет проблемы с ожиданием двух месяцев, пока исправят какой-то маленький баг, который на самом деле для нас очень критичен. И то же самое ситуация с новым функционалом. Если нам что-то надо, мы можем это быстренько сами запилить. Ну а то, что open source инструмент можно запилить в принципе под себя, если что-то пошло не так, то об этом, я думаю, и говорить даже не надо. Так вот, есть ли инструмент, который отвечает этим требованиям, нам бы подошел? И ответ – да, есть. Это Vinium. Vinium инструмент для автоматизации Windows приложений, использующий WebDrive протокол. Он поддерживает дисктопные приложения, те, что WPF и WinForms приложения. Те самые, которые еще с временных спишечки идут, оконные. А также поддерживает Windows Phone приложения. Если, например, говорить о инструменте Coded UI от Microsoft, он стал поддерживать Windows Phone приложения только с версии 8.1. А в нашем случае нам это было необходимо на две версии раньше. И Microsoft даже просто не предоставлял такого инструмента. Но как же он работает? Пишите тесты, используя, например, Selenium биндинги, которые как раз в формате WebDrive протокола шлют команды. Vinium драйвер-то понимает и исполняет над вашей тестируемой системой. Все просто, все в Selenium стиле. Здесь сделаю заметочку. Есть такой проект Selenit, который, как он заверяет, является оберткой над WebDrive протоколом. Я с ним не особо знаком. И вообще подход сделать красиво вызовы, которые можно из кода использовать как в Selenium, и не очень понимаю. Но если вы хотите, и вы используете Selenit, и это честная обертка над WebDrive протоколом, то тоже все будет работать. Vinium – это набор инструментов, если быть точным. Дисктопные приложения и Windows Phone приложения сами по себе сильно отличаются архитектурой и тем, как с ними приходится взаимодействовать. Поэтому репозитории под эти проекты, проекты эти лежат в разных репозиториях, хостятся на GitHub, публичные репы, поэтому open source. Заходите, смотрите. Ну а давайте после доклада. И остановимся о применении Vinium для дисктопных приложений, для тех самых WinForms и WPF приложений. С чего же начать? Ну, конечно же, нам нужно запустить приложение. Для того, чтобы запустить приложение, нужно написать какой-то небольшой код. Для этого нужно выбрать язык и EDE. В выборе языка мы не ограничены, потому что Selenium Vinium, они, как думаю, большинство знает, я очень надеюсь, под основные языки реализованы. Заранее, наверное, отвечу на вопрос людей, которые говорят, в чем плюс того, что мы можем выбрать любой язык. Ведь виндовые приложения на C Sharp разрабатываются. Давайте на C Sharp тесты и писать, как разработчики. Ответ таков. Смотрите, есть одно приложение, разрабатывается тремя командами под разные платформы. Это iOS, мобилка, WinFone. Две команды пишут тесты на питоне, одни на C Sharp, потому что у них разработчики пишут на C Sharp. И что, круто? Нет, это вообще тупо. И поэтому мы для трех платформ пишем тесты одинаково на питоне. А так как приложение одно, то еще и возможен подход единых компонент. Когда совершенно под разные платформы используются одни компоненты. И используются в Selenium тестах. Но как же все-таки запускаем это приложение? Мы создаем WebDriver Remote, говорим ему, где запущен двиньем драйвер. И указываем через design capabilities путь до запускаемого приложения. В данном случае калькулятор виндовый. Запустили приложение. Как люди, мы видим элементы. С точки зрения кода нужно их поискать. Это мы можем сделать с помощью... Точнее, можем искать по уникальному идентификатору, по имени элемента, либо по имени класса. Или также поддерживается xpav-поиск в формате xpav, если вам это действительно требуется. Допустим, по вхождению требуется элемент, который начинается со слова «далее». И вы не знаете, что у этого элемента в имени дальше. Еще одна ремарочка относительно кто вчера был на первом докладе в этой секции про ожидания в Селениуме. Ребята, используйте это. Это и здесь работает. И это очень правильный подход. Особенно с учетом того, что дисктопные приложения, это, как правило, интерпрайз-приложения, они дико медленные. И там ожидание – это прям проблема. Но пойдем дальше. Ищем-то мы по локаторам, но туда нужно подать какие-то значения. Эти значения мы можем узнать из инспектора элементов UISpy. Слева у вас будет дерево всех элементов, а справа, поскольку вы выберете у вас интересующий элемент, вы там увидите эти значения как раз. И по ним будете искать. Но главное помнить, что при тестировании дисктопа драйвер у вас – это весь рабочий стол, это все окна, открытые в вашей системе. Будет два калькулятора. Один из них был просто запущен, один из них запустили вы. Найти вы можете оба. Об этом стоит помнить. То есть драйвер – это рабочий стол весь. Нашли элементы, теперь с ними взаимодействуем. Как пользователь, что он с ними вообще, с приложением делает? Он либо кликает, либо видит элементы, либо что-то сам вводит, или видит, что кнопочка выключенная. Вот эти все стандартные команды VINI умеет. Помимо этого, также поддерживается команда, например, переключение между окнами. Используйте switch to window, переместите необходимое вам окно в фокус. Было, если свернуто – развернется. А если вы ну прям без фоточек жить не можете днем, то делайте это и в тестах. Скриншоты тоже можно делать. Скриншот делается всего рабочего стола. Если у вас два монитора, сделается весь вот этот виртуальный рабочий стол с обоих мониторов, скриншот, то есть скриншот будет не только приложение, которое вы запустили. Поэтому, если у вас там появилось окно от Windows, о какой-то ошибке и вызываемся в пока пилотесты, на скриншоте вы это увидите. Смотрите, мы запустили приложение, поискали элементы, как-то с ними провзаимодействовали, заиспользовали какой-нибудь любой тестовый фреймворк, которым вы любите пользоваться, который вам удобен. А значит, вы получили тесты и начинаете их запускать. Запускаете и идете отдыхать. Винниум – это вы только виртуальный. И поэтому, когда он работает, вы друг другу будете мешать, потому что эмуляция работы с клавиатурой и мышкой реальная. Это вот буквально садится он рядом с вами и начинает использовать клавиатурную мышку. Не мешайте ему. Пусть он работает, а вы отдыхаете. Но, конечно, когда станет много тестов, вы будете очень долго ждать. Ну, UI-тесты, они в любом случае не очень быстрые. А время – это ресурс дорогой, и как-то это не очень. Поэтому встает вопрос, а как же ускорить выполнение тестов? Ну, конечно же, я думаю, первое, что приходит в голову, это так и есть параллелить. Параллелить тесты. Но при парализации дисктопных автоматизационных тестов существует одно правило. Параллелить необходимо по тестовым машинам. В рамках одной операционной системы нельзя параллельно тестировать два приложения, так как одно окно будет перекрыто другим, и эмуляция клавиатуры мышки будет отрабатывать неправильно. Как же параллелить в этом случае? Можете это организовать на стороне тестов, хотя подход не самый лучший, но его нельзя не рассмотреть. То есть в данном случае у вас есть какой-то парк машин, на каждый по драйверу, и вы в тестах определите, какие там классы тестовые, например, пойдут, на какой из драйверов. Но, как я сказал, подход не самый лучший. Лучше использовать вот такой подход. Используйте некое Selenium Grid решение. Их вообще много, потому что само понятие Grid решение, Selenium Grid существует давно. Вот я знаю одно классное решение, это VM-мастер. Можете поискать на гитхабе. Либо у меня спросите, я покажу, где на него посмотреть. Но суть их такова. Это единый endpoint, на который вы посылаете тесты, а он уже сам раскидывает команды по драйверам, о которых он знает. Небольшая здесь информация для тех, кто меня поймет. Главное настроить и так, что на одной машине драйвер может только одну сессию поддерживать. Иначе вы попытает, иначе хотя бы две сессии, это уже параллельное выполнение двух приложений на одной тестовой машине. Так нехорошо, так не параллелятся дисктопные тесты. Пока, по крайней мере. У нас уже появились тестовые машины, но на них так сходу прям у вас все не заработает. Для того, чтобы минимум работал, необходим активный рабочий стол. Вообще, это ограничение не минимума, а при тестировании любым инструментом автоматизации. Как сделать, чтобы был активный рабочий стол? Настраиваете автоматический вход в систему под каким-то вашим тестовым пользователем в системе, после перезагрузки активный рабочий стол под этим пользователем будет всегда существовать. Однако, машина тестовая должна работать всегда, и запретите ей отключать дисплей и спать, иначе активный рабочий стол будет ломаться. А также помните, что при подключении к машине по RDP активный рабочий стол существует, но это уже точка невозврата. Любой выход из RDP сломает активный рабочий стол, поэтому если зашли по RDP, то знайте, дальше нужна будет перезагрузка. А так как вы настроили автоматический вход пользователя, то активный рабочий стол у вас восстановится. Также есть нюанс от Windows, службы не имеют права запускать пользовательский интерфейс. А билд-агенты очень любят под Windows запускаться из-под службы, потому что это легко, для пользователя это невидимо, они устанавливаются и запускаются как служба. Но в таком случае ваше приложение запустится в бэкграунде, пользовательный интерфейс не создастся, значит вы его и не увидите, и кликнуть в него не сможете. Поэтому запускайте билд-агенты как обычные процессы, для этого вы используете планировщик заданий Windows, задачку создаете на то, когда пользователь залогинился, и все отлично. Главное не забудьте дать права администратора, иначе Винниум, который виртуальный вы, будет какой-то безрукий, будет пытаться взаимодействовать с мышкой клавиатуры и ногами, поэтому иногда у него это будет не получаться. Поэтому права администратора не забывайте, там прям галочка у задания можно поставить, дать права, повышенные права. Все мы любим подсматривать, а за тестами тем более. Как же это сделать, ведь у нас машинки удаленные, а RDP подключение ломает активный рабочий стол. Так как стек у нас все-таки Microsoft-овский, наверняка возможно у вас поднята система менеджмента виртуалками от Microsoft System Center Lab Controller. Там есть режим консоль, вот когда он открывается, активный рабочий стол потом не поломается. Единственное, эта штука работает только в Explorer, и я было печально вообще, когда это узнал. Поэтому есть второе решение, просто использовать ВНЦ. Оно тоже не ломает активный рабочий стол и отлично работает. Если пойти дальше, то можно заиспользовать VLC вообще для записи выполнения ваших тестов. У VLC, если его использовать как консольную программку, передавая некоторые ключи, это записывать видео можно, получается небольшой размер, в шаги выполнения тестов на своем CI добавите и будете получать видосики. Ура! Вот так вот автоматизируется тестирование Windows приложений теперь. Но как это выглядит? Предлагаю посмотреть. Ой, ой-ой-ой. Начну с небольшого демо десктопного над калькулятором. Что мы здесь видим? Создается драйвер ремоут, указывается, где будет развернут этот драйвер на localhost, на порту 4.9 и путь до приложения. В системе Windows 32 где-то там есть калькулятор. Тест хочет проверить на то, что калькулятор 2 степени 8 действительно правильно считает и ответ будет 256. Поэтому внизу есть assert, а до этого для получения степени мы перейдем в инженерный режим в калькуляторе, найдем нужные нам элементы, кликнем по кнопочкам, в общем-то сделаем все то же, что пользователь. Включаем видео. Честно говорю, видео делает все венюм, не человек. Вот у нас тут менюбар ищется, потом там для инженерного мы кликнем и будут кнопочки 2 в степени 8 равно 256 мы за результат получим и проверим его. Далее нам необходимо запустить драйвер. Запустили, он как раз написал, что я на 4.9 порту работаю. И запускаем тест. Пошли какие-то команды, вот мы уже в инженерном режиме, 2 в степени 8, 256. Отлично. Тест пройден, мы проверили. Калькулятор действительно умеет выполнять эту команду. Ну, о дисктопе я вам и так много сказал, но подробности не говорил о том, что Windows Phone же тоже поддерживается. поэтому демо того, как это в Windows Phone. Видим опять Python, опять те же системы и команды, опять дизайн capabilities, в котором мы задаем путь до приложения, в данном случае это уже APPX. Делаем какие-то действия, мы опять ищем элементы все теми же методами, там, by class name, используем void, обратите внимание, причем разные, и на то, когда элемент появится, а, только когда элемент появится. Ну, и в итоге мы там проверим, что сагесты работают, что выпадающий списочек содержит нужный нам элемент. Здесь запуск чуть более интересный, в том плане, что вот мы запустили драйвер, теперь мы запускаем тесты, у нас еще ведь нет эмулятора, запустили тесты, и драйвер, о, нам интересует первый подходящий эмулятор, запущу-ка я его и запускает. Все, стартует на нем система, как только система запустится, туда деплоится приложение, которое вы указали, ваше PX-файл, он деплоится, запускается, там мы делаем свайп на другое окошко, кликаем в поле, вот они, наши сагесты, среди них мы нашли нужный, на него нажали, все, это пользователь проверял, тест выполнился. еще раз напоминаю, что дальше мы о Windows Phone говорить сейчас не будем, подробности переходите, смотрите, там и вики, и документация, все есть, все шикарно. Что же нам дал Винюм? Винюм позволил в нашей инфраструктуре, используя одинаковый подход для написания тестов, для тестирования интерфейса, использовать этот единый подход для тестирования всего зоопарка приложений, вне зависимости от платформы. Это отличный обмен знаниями не только между специалистами по качеству в нашей компании, среди разных команд, это еще и позволило использовать богатый опыт в принципе селениума сообщества, которое очень большое. Вообще, почему единый стандарт так хорош? Это так же хорошо, как если бы в мире существовал только один тип USB-разъема, либо у ноутбуков у всех был бы один провод питания, либо если вспомнить детство, помните, родители любили уходя на работу прятать провод питания от системника, но мы-то с вами знали, что принтер подключен точно таким же. На этом у меня все, спасибо. Так, раз, два. Спасибо, Глеб. я тот единственный человек, который прокомментировал твою первую статью на Хабре про Вениум. Очень рад тебя видеть. Да, вы же наверняка думали по поводу того, как можно запустить несколько драйверов на одной машине, ну там, виртуалки, может быть, еще что-нибудь. Не поделишься какими-нибудь идеями? Именно про десктоп. Да, про десктоп, конечно. В рамках сейчас с тем, как работа с клавиатурой и мышкой происходит, нет смысла запускать на одной системе два драйвера. Послать на них команды, запустятся два приложения, пойдет параллельная работа и клики, как попало, будут происходить. Разделить по пользователям виртуалкам еще что-нибудь. Думали? Вот я и говорю, что если по виртуалкам разбивать, то это будет работать. Это и есть этот подход по реализации, когда твоя тестовая машина, это есть одна ниточка параллели. Это и есть этот подход. Спасибо большое за доклад. Имеет смысл ждать реализацию под яву? Под яву? А какая требуется реализация под яву? Берешь ява-биндинги и все хорошо. Нет, ну то есть я увидел на питоне то есть ява Другая команда у меня в компании использует C-Sharp. Точно так же берешь яву и используешь. То есть я могу минимум то есть все будет работать. Да, селениум-биндинг для любого языка берешь и все. Даже селениц скорее всего заработает, если он честно реализует. Если он честно обрабатывает команду по протоколу. он нормально обрабатывает. действия делает это одно. А посылает ли он команды в формате веб-драйвер протокола вот это другое вопрос. Можно селенид веб-драйвер конвертить и отправлять уже веб-драйвером. Ну тогда точно он будет работать. То есть спокойно бери и используй. Спасибо за доклад, было очень интересно. У меня такой вопрос. Собственно во время выполнения тестов может случиться любая фигня. Может появиться всплывающие окна поп-ап или что-то. Соответственно это может как-то влиять на тесты. Вы как-то боретесь вообще с этим? Какие у вас подходы? Может что-то можете посоветовать? Поп-апы самого приложения либо системы? Нет, вообще системы. Ну я думаю своего можно обработать это проще. А если система, если просто какое-то совершенно стороннее приложение решит о чем-то сообщить. Поэтому мы любим чистые тестовые окружения в данном случае и любим подсматривать и записывать тесты. Это получается гораздо быстрее и дешевле чем каждый раз смотреть что не появилось ли какого-то окна. Видишь в чем дело? Нам доступен весь рабочий стол, доступны все окна и нужно на каждый момент понимать, что это окно на самом деле не было, оно еще и нам и мешает. Это дороговато получается. Тестовые машины чистые, на которых ты отключаешь например обновление, что часто ломает все и отсутствие на них например антивирусов оно достаточно хорошо минимизирует появление таких разных окон. То есть вот так вот мы подходим. Меня зовут Игорь, очень хороший доклад, спасибо. Как вы работаете с лениум ли с кутэ приложениями? Населением Авинимум. Именно с кутэшными приложениями? Да. Там есть такая ситуация, что не каждое приложение в себе за элементами несет винапи виндовая, то есть вся работа организована через акцессабилити. и поэтому у этих приложений как правило оно свое и поэтому вот этот механизм Microsoft Windows UI Automation там не работает, а следовательно и Винниум с ним не работает. Здравствуйте, я хотел уточнить с какими... Сейчас, подожди секундочку, пожалуйста. А попробуй, форкни и попробуй. Ну вот если... мы можем только спросить у него, если UI Automation оно ответит на эти запросы, то есть если оно реализует механизм UI Automation. С какого типа контролами вообще работает система вот эта? Вот те, которые Windows UI Automation на них базируются. Microsoft Accessibility, которые у себя в базе, то есть в WPF приложении и в WinFord приложении вот эти элементы там точно его реализуют. Ну, например, это приложение на SPNet какое-нибудь. SPNet это они же вебовые? Да. Ну вот есть покруче инструменты. То есть именно браузерные драйвера. Не стоит применять это здесь. а вот чисто нет контрол какие-то там он видит. Он видит. То есть но не так стабильно и это не советуется использовать. Вот все, что UI Spy покажет, вот то и увидит венем. Доброе утро, спасибо за доклад. Есть ли какие-то различия в том, какую операционную систему выбирать Windows 8, Windows 10, Windows XP? Отличный вопрос. Вообще в операционных системах семерка, восьмерка, десятка, разницы нет. Только разве что в битности, но эта разница будет для вашего приложения. Есть один пользователь, который мне писал, у них приложение связано с криптографией, поэтому для них важно проверить разницу, протестировать по 32-битной и по 64-битной. И он как раз нашел некоторую разницу в разных операционных системах. Смотрите, он работает с криптографией, поэтому ему приходится взаимодействовать прямо с Windows. И ему приходится взаимодействовать с окнами подтверждения сертификатов. Так вот, если рассмотреть седьмую версию Windows и восьмую, то в этих окошках есть кнопочка далее, которая имеет разное имя, и более того, может быть, за используемой Automation ID оно будет всегда одинаковое, а нет, в седьмой винде у этой кнопочки Automation ID есть, а в восьмой нет. нету. Вот здесь этому человеку отлично помог поиск по XPAF, он ищет, я не из головы придумал вот это вот далее, он ищет просто в окне кнопочку, которая начинается с названия далее, и для него это работает и в той системе, и в другой, а в остальном отличия под Windows нет. Винниум разрабатывался начиная с семерки, сейчас чуть ли не по десяткой, там, смотря, кто запустит, кто пишет код. А вот еще вопрос здесь бледненько. Может тогда вы впилите поиск по тексту, ну то есть поиск by там. Ну XPAF можно заиспользовать. Не плодить много, а тогда просто использовать XPAF, который отлично с этим справится. Все. Спасибо всем. Спасибо.